да прибудет с вами темная сторона силы с вами дарт и продолжаем проходить dlc заповедник лэр к игре jurassic world evolution и у нас новый динозавр будем создавать уранозавра смотрим какой-то он прям очень активный сразу их надо перевести но мы к утром посмотрим если как они окрашены сейчас ночью нифига не видно в общем я еще барионик с учетным создал а нет это не тот вот их теперь двое потом у меня два карнотавра тоже разных окрасов и 2 альбертозавра ругается на козу я думаю можно еще одного создать даже я так понимаю был болотистый и допустим пускай будет их четверо так нужно им сразу кормушечку поставить с палеоботаника естественно так наземная кормушка хорошо давай поместим тебя куда давай вот сюда тебя поместим так давай выдача раз 15 минут пока до начала посмотрим как нибудь есть выбрать растение вообще ничего полезного для них нет мы ее пока оставим пускай она тут остается для начала пока нам не дадут новое растение пускай у них будет обычная кормушка потому что чё и уберем а и и и и Продолжение следует... Ну-ка покажи как ты пьешь Ну конечно модель такой себе Не знаю, мне не нравится Ему какой-то горб сделать Не знаю, ну вообще как это выглядит реально Как пластилиновая Реально вот отсюда вообще на утконосы похож Утконос перерост Тебе кстати все нравится? Пазбища, селеза, болото Да, ему норм Ну че, он моздрями пьет Ладно, давайте перевозить Итак, переведите этого динозавра на новый вид формы Не забывайте следить за эор плацефалом И мы предъявим их как результат Палеоботанических исследований Удовлетворены своими палеоботаническими рационами Как я могу удовлетворить уранозавра Который... А для которого у меня тупо нет растений Ты мне дашь новое растение? Ты мне не даешь новое растение Объясни пожалуйста Как я должен это сделать? А, я кажется понял тебя Да Так, это для орнитомимидов хвощи, да? Азимин Так, давайте посмотрим Что у нас в этой кормушке? Хвощи Что у нас в этой кормушке? Азимины, хвощи, мхи Надо одно что-то поменять Давайте посмотрим Ну, думаю, азимину можно поменять Заменить растения Да Так, прелая древесина игуанодонтиды Хвойная игуанодонтиды Давайте возьмем хвойное Все, ждем Принимаю запрос на сбор активов Собираюсь забрать актив Все, ждем Добавил и вовремя Добавил и вовремя Собираюсь забрать актив что-то ты долго выращиваешься уже выращивалась дальше встречу я не знаю вот вот я это привязывается вот я Да, долгий ты приятель, конечно. Вы еще никак не перевозите. Так, ладно, что у нас здесь? Динозавр. Давайте прочитаем про уронозавра. Ну, звуки какие-то особенные. Не повторяются из разных игр, поэтому что-то свое. За это плюсик, конечно. Значит, это динозавр из раннем мелового периода, игуанодонт. Рос 2,8 метра, вес 2 тонны, длина 8,3 метра. Уронозавр был травоядным динозавром раннем мелового периода, жил на территории, которая сейчас является частью Африки. По спине и хвосту уронозавра тянулся ряд огромных остистых отростков, поддерживающих парусообразный гребень, похожий по структуре на гребень спинозавра. Как и у спинозавра, назначение гребня остается загадкой среди гипотез ученых, терморегуляция, аккумулирование энергии, и запугивание других динозавров. У уронозавра имелся шипастый большой палец, по размеру гораздо меньше, чем у игуанодон, который, тем не менее, мог использоваться для защиты или для удобства употребления пищи. В щеках у уронозавра располагался ряд зубов, которые помогали в пережевывании твердых растений, составляющих рацион динозавра. Первые каменелости у уронозавра были обнаружены в 1965 году в верхней части формации Эль-Рыхас, на участке недалеко от Гадофауа, района в пустыне Тенери в Нигере. А в районе Гадофауа были обнаружены и другие значимые каменелосы, например, саркозух император, вымерший дальний родственник современных крокодилов, хотя он не родственник, он крокодиломорф. На местном туарегском языке Гадофауа означает, куда бояться ступать верблюды. Первый открыватель уронозавра, палеонтолог Филипп Таки, дал ему название в честь туагерского слова «уран», что в переводе означает «варан». Для туарегов «варан» – священное животное. Вначале уронозавра отнесли к игуанодонтам из-за их внешнего скотства, особенно из-за шипов на пальце. Но в наше время уронозавр относится к гадрозаврии формам. Но здесь, если он записан, как игуанодонт, значит, и кормить в кормушке, его нужно, как игуанодонта. В наши дни Гадофауа, жарко-сухая пустыня, но когда-то в этих местах жил уронозавр. Здесь был влажный тропический климат и протекали пресноводные реки. Травы появились лишь в конце мелового периода, поэтому рацион уронозавра, скорее всего, стоял из папоротников, хвощей и покрытых семенных растений. Уронозавр жил в одной среде с древними рыбами, семенотидами и саркозухом. Ну, саркозух не рыба. Вы шо? Тигамо-Бетс. По-моему, я тоже это читал. Хотя нет. Тигамо-Бетс является частью формации Эль-Рахас, господи, Эль-Рахас, расположенной в Нигере, близ города Агадес. Это формация абского яруса ранней миловой эпохи возрастом 120 миллионов лет. Она в основном состоит из грубого песчаника. Некогда этот регион был богатой растительностью, болотистой местностью. Именно здесь обнаружили крупного представителя спинозавров Зухамима. Галотип этого вида был обнаружен здесь Полом Сарена в 1988 году. В регионе встречаются окаменелые растения беспозвоночные, а также останки позвоночных, таких как динозавры, крокодиломорфы. Большинство остатков позвоночных залегает в отложениях базального горизонта. Да, и здесь мы можем найти уранозавра. Ла-Колония. Да, это я читал, поэтому... На паузе. Гены, гены, что за гены у нас появились? Гены внешнего вида горы я открыл, да. И джунгли. В палеонтологии новость это окаменелости покрытосеменных растений. Больше ничего. В архиве персонажи новые открылись. Франклин Уэбб. Ну, это я тоже читал. Кэн Уитли. Жалко, пилотов не видно. Транспортировка активно и завершена. Академия. Это какой окрас? Джунгли. Это болотистый первый, который стреляет, второй бесплодной земли, и, посмотрите, это степной. Так, ну, я рад, что они всем довольны. Так, ты давай уже, парничок, заканчивай. Транспортировка активно. Уже подхожу к кормушке. Назначаю дополнительное задание. Ну, по деньгам у нас более-менее. Может, даже будет потом тираннозавров выводить. Например, расходы. Чем мы, в смысле, чем вы успешнее, случайно? Тем больше у вас расходов. Подписывайтесь на наш канал. Ну, кормушка, у нее одна, скажем так, моделька, то есть без разницы, что вы пихаете в эту кормушку, она всегда будет выглядеть по-одинаковому, поэтому... О-о-о, побежал, побежал. Ух ты, сразу как. Только это не тот. Мне опять же нужно, чтобы первый уранозавр поел из этой кормушки. А есть он пока не хочет. Ладно, будем ждать. Хотя пока я бы мог вам показать Альберта Заврова, второй окрас. Как он называется-то? Дождевой лес. Красавчик. Так, второго корнотавра. Горный окрас у него. Тут более-менее пьет уранозавр, как будто через ноздри что-то вдыхает там, я не понимаю. Это степной окрас у Борелоникса. Нет, уранозавр один пока есть не хочет. Будем ждать. Вот он, настоящий успех. Мы делаем историю, господа. Точно так же, как мы вернули к жизни динозавру, мы возвращаем к жизни и эти древние растения. Прелестно. Но вы вот что мне скажите. Для людей эта зелень съедобна. Что за вопрос такой? С салатом, конечно, не дружится. Но зато можно заработать денег. Представьте новый аттракцион для гостей. Ужин с динозавром. Причем главное блюдо это не серая козлятина и не ваш самый медленный родственник. С этим не поспоришь, Каббат. Да я и не хочу. Скоро прибудут последние спасенные динозавры. И заповедник станет еще ближе к тому, каким он должен быть. Последние динозавры уже на подходе. Нужно организовать им подходящую среду обитания. Пусть им будет комфортно. Ну и когда мы уже начнем воспринимать всю эту допотопную затею, как источник прибыли? От денег, как говорится, еще никто не вымирал. Так, в общем, у меня появилась тур на гиросфере. Я решил один сделать. Теперь его можно через этих пропускать. Да блин. Через любые виды загонов. То есть, вот смотрите, я вот загон к Бариониксам сделал ворота. Здесь вот сюда въезжает гиросфера, и она спокойно едет по второму. То есть, ей вообще комфортно. Она может так по всему парку ездить. По дорожкам она ездить не может. То есть, она не может пересекать дорожки, по которым ходят люди. Так, Бархиозавру норм, все? Да, отлично, ему все нравится. Подожди, а есть палеокормушка для... Зауроподов? Или я чего-то не знаю? Да вроде нет. Но у него при этом есть палеоботаника. Это странно. Так, ладно, какой крас-то у него болотистый. Давайте посмотрим. А! У нас же открылось новое место раскопа. Будем добывать Бархиозаврика. Так, куда перевести? Сюда, к этим? Или к... Куронозаврам. Давайте сюда. Да, цератопсов как раз, вообще. Куча мест раскопок открылась. Теперь объясните мне. Есть высокая палеокормушка? Да, офигеть, это клево. Круто! Так, что там панкилозавру? Ему все норм. Общительность, популяция. В принципе, я еще могу анкилозавров подзакидывать сюда. Дождевой лес, да, отлично. Он еще и высокорейтинговый. А, ну да, для начала, конечно же, нужно добыть их окаменелости. Что значит содержались в надежных загонах? А, ждем, когда Трецератопс переправят Трецератопса нам. Так, ему все норм. Этому тоже норм. Ну, думаю, Трецератопс не должен возникать. Блин, высокая полюкормушка, оказывается, есть. Это клево. Трецератопс Так, понятно, ждем минуту. Так, Трецератопса все норм, да? Я думаю, ему сюда вообще спокойно можно еще понапихать. Так, а что ты в панике-то? Вертолета испугался или что? Так, пей, господи. Зачем ты ищешь еду, если ты хочешь пить? Начинаются, короче, проблемы у динозавров. Вот зауроподы всегда раздражают тем, что если их напугать, они могут, короче, перестать пить, есть, а он потом, короче, 10 минут идет до кормушки, у него падает процент здоровья. Посмотрите, вот он хочет пить, но он идет есть. Типа, чувак, у тебя больше половины еда. Типа, зачем ты идешь есть? Иди пить. Это же так логично, что ты хочешь больше пить, чем есть. Или я в чем-то не прав? Ага, пропускная способность упала у нас. Ну что ж. Я думаю, здесь будет загон с тираннозавром. С зауроподами загона не будет, раз всего один брахиозавр у меня доступен. Так, так, так. Отличная работа с динозаврами. Судя по всему, новые загоны им очень даже нравятся. Пришло время запустить тур по юрскому периоду, чтобы продемонстрировать результаты наших исследований всем желающим. Обучение может быть не скучно, правда? Динозавры готовы. И нам тоже стоит приготовиться. Я, кажется, придумал где этот тур короче проводить. Тупо через хищников запущу. А тут что-нибудь придумаем. Так. Брахиозавр, пожалуйста. Ты стоишь по колену в воде. Пей. 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 Вот куда? 92%. Вот куда ты уходишь? В противоположном направлении от воды. Где же вода? Тебе вот с 16 метров не видно, где вода. Вот где же она может быть? Давайте-ка поможем брахиозавру найти воду. Ммм. Вы смотрите, я нашел воду. Такое раздражает меня, если честно. Рейтинг веселья падает. Ты чё, гад? Ты чё, блин? А, вовсе норм, да? Да, всё выросло. Вот рейтинг пищи надо бы повысить как-нибудь здесь. Так, если подумать, сюда влезет? Я думаю, нет. Так, нужна новая электростанция. Слава богу, у меня дофига денег. Главный велика. Ах! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Давайте уж тут до конца изучать Отлично Новый полный геном Брахиозавра Давайте выведем парочку брахиозавров там в 2 ляма обойдется ну ничего мы тут неплохо так заработали я бы сказал почти лям на 5 накрутили отлично так изменить маршрут тура слушая мужа зря сюда это поставил в плане плане тут народу то не так много шивается нужно там поставить где дофига народу только где нигде не помещается я хочу вот через всех вот этих пропустить а слушайся здесь попробовать и и и жди тут же где-то можно ладно удалю вот это строение строение дерева карната вам лес норм да им лес норме я мог бы еще по удалить немного удалять так что построением что и мне нравится рейтинг пищи возрос я очень рад так ты готова да ну я имел ввиду строение ты готова готова дачу это я что я уже чушь несу так значит путь не завершён изменить маршрут тура о погоди погоди ну блин только что же можно было так ладно я эту козлиную кормушку перенесу куда-нибудь например вот сюда как я буду возвращать я пока не знаю слишком крутой изгиб слушай ты гиб гиб так уже лучше вот эти вот все тупые изгибы они меня раздражают даже немного так кто заболел что значит растение недоступно так подожди хорошо значит давай модифицировать кормушку так потом сейчас возьмем этого так долбанный тур раздражаешь меня да ты шо издеваешься что летим в тин вот какой контент мы заслужили да вот это вот тыкать тут стоять блин всякие тупые преграды когда тебе мешают еще раздражает очень ужасно если честно вот что за тупой изгиб вот он не сейчас вообще не нужен вот зачем вот он его делает может адекватно какой-нибудь изгиб сделать я не хочу удалять камень ты бесишь знаешь что ты бесишь надеюсь вы будете себя комфортно чувствовать не он издевается надо мной я его ненавижу и тут еще что-то да что такое то вообще вообще чего не хватает в игре так это вот того что ты вот когда переходишь в редактор что-то удалить тебе потом опять нужно заходить строение выбирать то что ты там делал а вот сразу так нельзя сделать и мне это жутко бесит может реально убрать этот тупой камень дерево еще убрать да я тебя убью я тебя убью слушай слишком крутой изгиб я тут решаю какой будет изгиб я решаю захотел так заверну я тут дорогу строит еще указывает мне это посмотри на него фу блин вот это да заповедник становится настоящим природным парком как бы я хотела чтобы они сегодня были здесь чтобы они увидели воплощение своих идей они бы гордились нашими достижениями благодарю вас от всего сердца прекрасно чувствую себя здесь почти как дома очень похоже на предыдущую версию парка только криков меньше так ну и последнее задание конечно хаббат финч продолжает на меня давить дело в том что они предоставили мне возможность спасти динозавров и без вашей помощи мне бы это никогда не удалось за это я вас благодарю но взамен фонд хэммонда собирается открыть заповедник для широкой публики так для начала ну ладно это я думаю в следующем видео время когда мы снова пустим сюда посетить но на этот раз мы позаботимся обо всем о безопасности гостей безопасности динозавров и их здоровье обо всем поехали мы так долго ждали этого момента внесем заповедник в историю я думаю что в следующем видео выполню последнее задание надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу канал ссылка будет в описании увидимся в последнем надеюсь финальном видео с вами был дарт и всем пока